В Торе и в Писке, и в Устке, и в Танахе грех — это неправильный поступок, но он имеет категории. Есть очень серьезный, есть совсем серьезный, есть просто очень-очень серьезный и так далее. Разберем три основных понятия слова «грех». Опять, это слово не на иврите, поэтому я не люблю пользоваться. А давайте как на иврите. На иврите есть слово «хет», означает неправильный поступок, в основном неосознанный. Или человек знает, что это нельзя делать, но он забыл, что в этот момент это нельзя делать, если связано со временем или связано с другими обстоятельствами. То есть, есть, так сказать, всякие облегчающие причины, почему он поступил так, а не иначе. Это называется «хет». Само слово «хет» происходит от некого корня, и у нас на сайте немножко это разбиралось, в комментариях к недельным главам, давно уже, лет 15-20 тому назад. «Хет» означает, в принципе, этот человек по координатам поступков времени, космического пространства, как хотите, находится не там, где ему надо быть. Он просто не там. Поэтому возвращение должно прийти туда, где ему надо быть. Если еврей что-то ошибся в шаббат, включил свет или выключил и так далее, значит, он должен вернуться к ситуации, когда он знает, и это делать нельзя. Во время храма это было исправление через приношение в храм, а сегодня это нужно дать сдаку, например, и так далее. Есть еще одно слово по отношению к понятию греха – это «авон», множественное «авонот». Что это? Это тоже неправильный поступок, более серьезного типа, и связан он с тем, что человек, его мировоззренческий взгляд на мир, его понимание мира, его общее постижение, понимание, представление о мире ограничено, его горизонты узкие. Он не понимает, причем всегда имеется в виду то, что человек может понять, и никто не требует от человека то, что он не может понять. Но он мог бы, этот человек, он мог бы понимать лучше, больше и так далее, учить Тору знать больше, и понимать больше, и чувствовать больше, но он сознательно не хотел это сделать. Сознательно – это уже более серьезная вещь. Это называется «авон». Происходит от внутреннего корта, а не ют. То есть нищета, нищета мировоззренческая. И, наконец, последний в этой списке – пэша. Множественное число – пэшаин. Когда человек не только по ошибке что-то сделал, не только сделал это сознательно, но по слабости. По ошибке даже не сознательно. Сознательно по слабости, по незнанию, по горизонтам узким, как мы уже говорили. Пэша – это не то. Он знает, он понимает, он сознает, но он все равно это делает, и даже еще и кого-то, может быть, подбивает тоже. Сюда тоже такой момент может входить. Так это более серьезное, это даже совсем серьезно. И, соответственно, исправление тоже более серьезное. Мы не говорим о материальной стороне дела, когда человек украл или привнес ущерб кому-то. Это, безусловно, надо исправлять во всех трех уровнях греха. Мы говорим о другого рода разного ущерба. Это нужно все всерьез работать над этим, чтобы это исправить. Ну вот, примерный ответ вам. Я не знаю, что еще добавить в рамках этого ответа, но я думаю, что некое представление мы уже получили. Все, о чем я говорил, совпадает с русским словом «грех», но я показал ступени этого. Всего доброго, до свидания.